всем привет давайте сегодня посмотрим еще одну такую вещь как анализирование громкости звука и превращение это в какие-то действия для этого нам потребуется один плагин он называется аудиосинестезия аудиосинестезия ставим галочку и естественно включаем его перезагружаемся он у меня уже включен и я сейчас создам вот заходим в аудио далее мы выбираем анализис и стены стези и нрти здесь есть три варианта констант qnrt нрти loudness нрти и он сет нрти первые в констант это измерять силу отдельных полос звука очень малая информация по этим системам но вот второй как раз таки нам необходим эта громкость по ней я сейчас как раз таки покажу и последний он в общем обнаруживает события начала звука происходящие в общем нескольких местах может быть даже и в общем он анализирует начало с временной меткой в общем и силой звук звука самого нам необходим 2 давайте выделяем select давайте назовем его синестезии нрти пусть будет давайте ладно май все насти зле нрти заходим сюда и здесь у нас есть settings который нам по сути не нужен и саунд здесь поставим какой-нибудь звук допустим это будет музыка создадим здесь blueprint вас типа actor пусть будет это у нас и си саунд давайте вам нас если я правильно написал это у нас будет громкость звуков нам необходимо добавить сюда аудио просто берем простое аудио и теперь мы берем наше аудио с саунд это просто будет аудио нам воспроизводить тот звук который мы подадим в него вот сюда подавать мы будем как раз таки из нашего синестезии вот нрти то есть вот этот звук мы будем подавать для этого нам необходимо создать переменную так если я правильно писал пусть это будет так и мы теперь за место булинда выбираем аудио с анестезия нрти object reference и как раз таки наш так нам необходимо выбрать здесь вот нас так вот нас энерти и теперь мы давайте поправим мы его немножко неправильно написали и отсюда берем вытаскиваем get sound то есть берем наш звук который мы как раз таки подаем и его уже записываем да и далее нам необходимо выбрать выбрать дорожку то и точнее времена игра временное движение нашего звука в данном случае это будет миллисекундах и давайте запишем это за переменную пусть этот duration так и останется на event graph давайте можем создать на begin play нам принципе это неважно будет так давайте прям из аудио вытащим его это так bind event он аудио play back percent это в общем наше начало аудио и естественно процентное соотношение так скажем процентное движение нашего звука и подадим после него в плейда то есть мы запустим сразу звук стартовая точка у нас сначала звука нулевая будет отсюда из амута мы вытаскиваем наш кастом event который мы назовем как-нибудь например ну не знаю вот нас так пусть будет так это особо не важно можно было по сути его назвать payback percent оставим его таким и и теперь нам необходимо в общем умножить процент проигрывание звука на наш звуковую дорожку тоже наш двой duration точнее и теперь вот это значение будет у нас являться основным с помощью которого мы будем подавать так теперь нам нужен лав нас из него берем так это у нас get нормализит вот нас от time то есть мы нормализируем наш звук по времени и в данном случае это время будет и и вообще давайте лучше вытащим смотрите get так нормализит change loudness at time то есть мы будем разделять нашу звуковую дорожку на левые и правые так скажем так скажем левую и правую часть мы это копируем и естественно все то же самое подаем теперь на in change это у нас допустим 0 будет левое значение может быть правое я не знаю у меня может колонки перепутаны это у нас будет правое как говорится правое ухо это левое ухо и теперь чтобы мы могли вообще следить за этим всем давайте создадим здесь какой-нибудь штуку может даже две потому что у нас левая и правая пусть это будут сферы давайте чуть-чуть приподнимем на плоскости их это у нас left вот так и сюда же подаем еще одну сферу пусть будет раз теперь давайте так наши сферы готовы и берем допустим левую делаем set так relative scale 3d то есть мы будем увеличивать значение нашей сферы да давайте прям по всем векторам и теперь мы здесь копируем то же самое только на правое единственное подаем значение правой сферы так сейчас мы закинем это куда-нибудь на уровень бросаем здесь и запускаем так что-то у нас не воспроизводится давайте проверим а мы не указали лав нас да точно нам надо как раз таки указать наш майя с анестезия нрт который мы создали и теперь давайте запустим как вы видите у нас сферы увеличиваются по громкости как это можно проверить ну давайте вот у меня есть звуковый файл который левый и правый канал отдельно там скажем теперь мы заходим в с анестезию вводим наш звук и проверяем так почему то у нас 1 2 3 левый канал 1 2 3 правый канал и как видите да у нас левый отдельно проигрался правый отдельно проигрался но это из-за того что звук я разделил на левый канал и на правый канал отдельно то есть здесь можно будет контролировать но если необходимо давайте здесь также проверим print string какой-нибудь на левый канал поставим и нормальный звук музыку так полностью сохраним запустим как вы видите у нас показывает максимальная громкость до почти единицу 0,98 0,98 примерно но что-то подобное то есть если мы прям звуки будем делать более низкие звуки так скажем низкое звучание громкость то здесь по-другому будет отрабатывать и как это можно воспроизвести да то есть вы можете на какие-то ваши event и добавить ну представим если у вас здесь так это мы удаляем это давайте тоже удалим хотя нет надо было оставить хотя бы один то есть если вот это значение у нас будет но представим что меньше меньше чем то мы выполняем увеличение допустим нашей сферы но в данном случае либо допустим открытие двери если у вас звук есть какой-то громкий взрыва чего-то на этот звук вы можете поставить какое-то действие то есть чисто отслеживание звук то есть если они у вас именно рандомные независимые от человека либо еще что-то какие-то действия давайте посмотрим я не думаю что там будет меньше 06 как видите сферы стандартного состояния они стоят потому что у нас звук всегда на максимум почти так если мы поставим вот этот левый канал 1 2 3 правый канал ну как видите 06 уже где-то был и эта сфера изменяла значение также и при наличии каких-то определенных звуков это тоже будет искажаться и выполняться какие-то ваши действия надеюсь это может быть вам когда-нибудь пригодится на этом все всем спасибо и пока